Здравствуйте дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 28 февраля и поступил у меня вопрос в комментариях, как у меня сейчас выглядит корневой сельдерей и что с ним делать дальше. Вот в этой плошечке у меня корневой сельдерей, вот в этой плошке черешковый сельдерей. Ну что делать? Вот корневой сельдерей мы видим, что он пореже, взошел не так густо, как черешковый. И ничего в общем-то делать не нужно. Здесь еще я вижу, что появляются еще всходы, поэтому пока я даже не буду подсыпать грунт. А вообще, если у вас не очень густо, вот понятно, что в этой плошке мы уже не сможем подсыпать грунт, потому что здесь очень густо взошел щеткой просто сельдерей. А здесь, так как неплохо так взошел не очень густо, то можно будет подсыпать грунт, но не сейчас. А когда рассада немного окрепнет, потому что вот эти вот стволики у сельдерей, они очень-очень нежные и тонкие, поэтому не нужно сейчас подсыпать грунтом. Он, в принципе, у вас и так нормально будет расти. Также мы видим, что уже что на черешковом сельдерее, что на корневом появились уже настоящие листочки. В общем-то все развитие идет очень хорошо у сельдерея. Что мы с ним делаем? Мы только хорошо поливаем, но не заливаем, устраивать болото ему не нужно. Ну, видим, что просол грунт. Я по весу контейнера поднимаю контейнер. Если чувствую, что легкий контейнер, то поливаю. Ну, вот сейчас вчера поливала очень тяжелые контейнера, очень тяжелые. Ну, хорошо полила, потому что вот опрыскивать не нужно. Я не опрыскиваю никогда. Выставляю днем на балкон. На балконе не ниже 15 градусов. Температура комфортная для сельдерея. Ну, и на ночь заношу на стеллаж. Вечером заношу на стеллаж. Там досвечивается где-то примерно до 12 часов ночи вся рассада. И вот он стоит у меня на стеллаже. Вот тут вот с краю видно, наверное, некоторые листочки у сельдерея. Некоторая рассада, она такая немножко уже повреждена. Потому что я поливаю вот по краю контейнера. И вода все равно попадает на листочки и забивает. Если часть рассада вот тут вот с краю у вас погибнет, в принципе, ничего страшного. Это достаточно много рассады для того, чтобы получить большое количество сельдерея. Да, и вот мне задавали вопрос, что как я так высаживаю пучками, как я рассказывала, как же я потом отбеливаю сельдерей. Да очень просто. Берем вот эти вот мешки белые такие из-под сахара. И вот этот весь куст, который у нас растет, мы нижнюю часть заматываем этим мешком из-под сахара. И все. Можно какой-то тканью, я не знаю чем, мешковиной. Просто обматываем. И это, поверьте, значительно легче, чем если вы рассадите вот этот черешковый сельдерей по одному растению. И будете вот это ходить, каждое растение вот это прикрывать, обматывать. Ведь для того, чтобы отбелить черешки, мы должны прикрыть от солнечного света наш сельдерей. Вот. И это замучаешься, с ума сойдешь. Это если даже 20 растений обмотать, это полдня уйдет на то, чтобы их обмотать, закрыть от солнечного света. А вот эти вот большие крупные пучки очень удобно. Обмотали и все. И он у вас отбеливается. И также мне писали, что черешковый сельдерей мы выращиваем для того, чтобы получить хорошие толстые черешки, а не для того, чтобы получить хорошую листву. Но поверьте, черешки получаются очень толстые. Очень толстые и хорошие. Вот прям сожалею, что я, оказывается, не снимала летом свой черешковый сельдерей. Но, видимо, не спрашивали, я его и не показала. Вот. И, конечно, богатая листва вырастает, но и черешки, поверьте, очень хорошие, толстые получаются у вот этого сельдерея, если мы его высадим пучками. И я думаю, кто попробует вот этот метод высадить пучками, очень он понравится. Ведь, в принципе, когда у нас так много рассада, вы можете часть высадить, рассаживая по одному растению, а часть высадить пучками. Я по одному растению никогда не сажу. Очень много лет уже я отказалась от высадки поштучно. Когда-то, да, когда-то тоже я высаживала поштучно. Но это, во-первых, и даже в день посадки очень много времени занимает. Затем очень много времени будет занимать, уходить у нас на то, чтобы полить хорошо этот сельдерей. Ведь он любит очень много влаги. Очень хороший полив любит сельдерей для того, чтобы нам получить вот эти толстые, жирные такие черешки сочные. Поэтому, не знаю, мне очень нравится вот именно пучковое высаживание сельдерея. Ну, в общем-то, показала рассаду сельдерея. И ничего не делаем. Вот так в этих плошках он и растет. Корневой точно так же в этих плошках растет. Ну, конечно, корневой мы будем высаживать не пучками, а поштучно. Ну, так как тут он взошел не слишком густо, я думаю, очень легко я его рассажу. Как рассаживать вот такой вот сельдерей? Как я его рассаживаю, когда уже в сад привожу? Заливаю водой весь вот этот контейнер до такой степени, чтобы я могла просто легко взять сельдерей и легко просто как из воды вынимался он. Чтобы вот столько воды нужно залить вот в этот контейнер будет. Вот. И очень легко мы рассадим. Не повреждается корневая система и прекрасно рассаживается. Ну, а этот просто вот разрежу ножом на части. На несколько, может быть, на 6 частей. И рассажу. На этом я ролик заканчиваю. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Всем до новых встреч. Пока-пока.